Добрый день, Андрей. Добрый. Нет, сегодня не я, как працюж депутат. Есть время побеседовать? Конечно, есть. Так, кофе за мой счет. Пойдем пить. Добрый день, Полтава. Сегодня мы имеем возможность попить кофе с Андреем Мусачевым, депутатом Киевского района. Но мы сейчас с ним разговариваем обо всем. Андрей, родился, учился? Крестился, пока не женился, еще не умер. Родился в Полтаве, живу в Полтаве, всю жизнь прожил в Полтаве. Коренной полтавчане, так сказать. Учился? 30-я школа, потом кооперативный институт. То есть вы человек у нас образованный? Надеюсь, наверное. Давайте начнем, все-таки вернемся. Как вы в последнее время болели, я знаю, но все равно вы ведете какую-то депутатскую работу. Стараемся. Вообще, как вы чувствуете? Тяжелая работа? Очень. Если вникать, у нас депутаты местных советов, местных рад, это должности выборные, но на громадской осадах. То есть это неоплачиваемые должности. Человеку, если человек занят обычной работой, человеку, чтобы жить, нужно кушать что-то. Если, чтобы заработать покушать, нужно ходить на работу. Ходить на работу, это со 8 до 5 минимум. У некоторых там и с 8 до 8 есть работа. Если человек занят работой, как и обычные люди, у него просто физически не хватит времени и принимать людей, какие-то проблемы рассматривать. Человек пришел, тебе рассказал проблему, выяснил проблему. Тебе нужно поехать на место или кому-то обратиться, проконсультироваться, узнать, в чем проблема, выработать какой-то алгоритм решения этой проблемы, какие-то там принять решения свои и какие-то действия предпринять. У тебя просто не хватит времени. Если досконально разбираться в проблеме, в вопросе, вникать, времени уходит очень много. Плюс ко всему, у нас еще очень замечательные чиновники сидят в нашем располкоме. Ты им пишешь запад, я писал, зверный, нет, прошу дать мне список техники, которая у нас была задействована на уборке снега. Количество, марка, модель, год выпуска, чтобы можно было понять, оно еще целое, живое, вообще подходит нам, может оно нам не нужно, может это нужно продать, а купить вместо него что-то другое. Или может оно там 25 тысяч лет, и мы его нужно немножко подремонтировать. Они мне дали ответ. Было задействовано... Спасибо. Спасибо большое. Дают ответ. Было задействовано 58 минец техники, точка. Какое, что, как. Все, вот это весь ответ. А я в этом запросе спрашивал, спрашивал еще, у нас же есть Шэнд, наш любимый. Начальник дает комментарий в СМИ. Говорит, у нас снег мы не можем начать убирать до тех пор, пока он не перестанет падать. Я ему спрашиваю, а что так? Говорит, у нас такая инструкция. Ты же спрашиваешь, дайте мне эту инструкцию. Они вместо того, чтобы мне эту инструкцию дать, пишут, у нас 58 минец техники использовано, все. То есть получить какой-то вменяемый ответ от наших чиновников, это еще та проблема. Они просто отписками занимаются. Вы снег зацепили, это действительно на данный момент Полтаве показала неорганизованность. Но давайте по наступательной. Вы сами зацепили этот вопрос. Депутат на безоплатной основе. Я давно задаюсь вопросом, как вообще можно этим заниматься, депутатской деятельностью, не получая финансовую... Это нужно хотеть, любить и понимать, что ты можешь сделать. Вот у меня возникла большая проблема. Перед выборами, ну, скажем так, были вакантные места в списке. То есть можно было привлекать молодых. Но я как бы молодежью занимаюсь, у меня парафия в пределах моей партии, в пределах моих обязательств. И были возможности. То есть молодым у нас дорога, почему нет? Люди должны быть с какими-то новыми мыслями, с новыми подходами. Была возможность привлечь. Очень много людей, которым ты предлагаешь, говоришь, вот, есть возможность. Ты хочешь что-то изменить? Ты же рассказываешь, что там то плохо, то плохо. Давай что-то поменяем. Давай, вот, к нам в команду. Мы обучим, подскажем, что-то там, какие-то там свои 50 котеек, 5 котеек ставим в твою компанию. Подскажем-ка тебе, как сделать так, чтобы ты стал депутатом. А дальше будем тебе подсказывать, как можно вообще что-то поменять и сделать твой район, твой двор, там, не знаю, твой город, это в большом смысле. Лучше. То есть изменить что-то, ты же знаешь, ты же расскажешь, что плохо. Давай сделаем вместе. Да, мне это не нужно, пусть другие делают, я не хочу. Я не понимаю вот это вот, ну, людей. Они расскажут, что все плохо, но когда им говоришь плохо, давай делать лучше. Ой, не, я не могу, я не буду. А скажите, у вас есть какой-то бизнес, работа, ну, еще чего-то существует? Проедаю предыдущие накопления. Я вообще страховым агентом работаю, ну, сейчас со страховкой не тяжело, поэтому в основном проедаю то, что было отложено раньше. Насколько вы выдержите такое положение? Уже не выдерживаю. Уже не выдерживаю. Если учесть то, что, опять же, времени уходит много, то заниматься и страхованием, и депутатской деятельностью уже получается тяжело. А как вы думаете, все-таки государство в какой-то момент подойдет к тому, что нужно все-таки платить за эту работу, за депутацию? Я думаю, нет. Это колоссальные деньги. Ну, посчитайте, у нас в городе порядка 200 депутатов. Если каждому платить, ну, ты же тысячу платить не будешь править, потому что каждому какие-то более-менее деньги. То есть, вести разговор о том, что работа депутата будет оплачиваться, она должна оплачиваться соответственно. Тогда эти люди должны на постоянной основе быть заняты проблемами города, ну, или того образования, депутатами, от которого они обраны. Района, города, области, района, области, там, так далее. А романы теперь же у нас новые. То есть, это должна быть постоянная работа их. Того объема, который, ну, есть на сегодня, ну, на 42 депутата в городе, то на 42 депутата объема работы нету, если ты постоянно этим занят, на постоянной основе. Вот сейчас идет бюджетный процесс, да, хотя он должен был пройти до нового года, ну, маем же, маем. То есть, пока бюджетный процесс, пока вот эти вот стратегические решения принимаются. Да, времени уходит много, ты должен этим заниматься, то есть, но когда, ну, те же самые чиновники, ты им когда будешь писать нормальный запад, они тебе будут давать нормальный ответ на твой запад, то 42 человека, ну, им не будет столько работы поставить. Это не нужно. Насколько я это понимаю, сколько это я вижу. Это в связке с районными депутатами. Если на сегодня говорить о том, что, ну, насколько я знаю, в Украине там 3 или 4 города, в которых есть районные депутаты в городах. У нас есть Полтава, Винница, Кременчуг расформировал в прошломстве, не помню, там 3 или 4 города, не скажу точно, какие города. То есть, говорить о том, что будут только городские депутаты, да, в этом можно думать, это может быть. Но опять же, депутаты должны иметь, вот как вот были в Располкоме у нас в Росковской Раде, были разговары о том, что должны быть по направлениям. То есть, допустим, это фракция там или группа депутатская или не обязательно это будет партийная должна быть основа, это может быть на основе квалификационных каких-то особенностей, да, то есть вот эти люди понимают ЖКГ, образно говоря. Вот они, это их сегмент, они занимаются исключительно ЖКГ, это вот люди понимают в медицине, они занимаются исключительно медициной. Да, 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 об этом можно говорить, но опять же, какой-то будет социальный эффект. На сегодня, ну вот вы идите на отзыв, спросите любого человека, ну не любого, 90% святого верно в том, что у всех депутатов есть зарплата. Когда ты начинаешь говорить, что ты работаешь бесплатно и ты за это не получаешь денег, где вот вратные глаза они понимают, как это вообще такое может быть. То есть люди далеки от этого. Если сейчас пойдет еще информация о том, что мы хотим сделать платный должность, то все, это же будет, ну это просто будет социальный, общество не готово это воспринять. Но общество, тем не менее, когда слышит о том, что депутат работает на безоплатной основе, оно начинает осознавать, что депутата, ну все мы люди, все мы разные, да, один человек честно, добросовестно относится к работе, а другой безработный депутат, да, есть ряд депутатов, которые уже в своей анкете обозначились как безработные люди, да, они все равно кушают и они все равно ищут методы зарабатывать и тогда они начинают подбираться к бюджетным средствам и искать лазейки, как там заработают. Перебиваю, по поводу бюджетных средств, вот у меня мысль такая, если есть ситуация, система, в которой есть физическая возможность подобраться к бюджетным средствам, поставь там ангела, через какой-то промежуток времени он все равно начнет здесь там что-то пидвороловать, пидкрадать, потому что есть возможность, ну вот есть, у человека есть магазин, допустим, свой, да, он же не уповает на то, что все люди хорошие и оставляет его открытым на ночь, он ставит ролеты, сигнализацию, подключает пульт охраны для того, чтобы в случае чего его имущество сберегли, то есть точно так же и здесь, нужно создавать такую систему, при которой подобраться к бюджетным средствам будет невозможно, тогда не будет вопроса о том, что кто-то подбирается, кто-то не подбирается и тогда действительно там будут те люди, которые понимают, с чем мы это пришли и не пришли не для того, чтобы бюджет этот отберить на себе кусочек, а для того, чтобы сделать действительно городу лучше, вот, хотел пример привести, не буду вот такой долгий пример долго рассказывать, но суть в чем, нужно менять систему, при которой украсть будет невозможно, вот у нас сейчас в правах же система Прозора, идея хорошая, замечательная идея, все хорошо, но я досконально ее не изучал, но почему-то мне так кажется, я не буду утверждать на 100%, но почему-то мне кажется, что там тоже не все так просто, ну люди же, никто не делает ничего просто так, тем более Прозор, это проведена огромная работа, IT-работа, там, маркетинговая работа по впроваджению этого дела, то есть это, ну, это большие ресурсы затрачены, не материальные, а людские ресурсы, и вот просто так вот, кому-то захотелось сделать хорошо, он сделал хорошо всем, я в это не верю, и деньги хорошие, снаружи выйдет очень хорошо, действительно, деньги экономят, это разумно, на форме аукциона проводить закупки, это, ну, это всегда было хорошо, это всегда было правильно, вопрос о том, как эти аукционы проводят, кто-то допущен, кто-то не допущен, кто может себе позволить, а кто-то не может позволить участвовать, потому что, опять же, в тех самых аукционах очень часто бывают ситуации, когда аукцион вроде и проводят, его вроде вот все хорошо, но участник один, это тоже проблема, поэтому, опять же, возвращаемся к тому, что нужно менять систему, если система будет изменена, я надеюсь, она будет изменена, уже изменения у нас, как бы, реформы идут, дай Боже, мы не дошли до логического завершения, когда система будет поменена, тогда разговора об этом просто не будут. Вижу так. Да, система, к сожалению, она дает сбор. Скажите, Андрей, вот такой вопрос. Поднялся вопрос о... Это не резкий ответ, я жду, а смысленный. Становится вопрос сейчас в интернет-сетях о визовом въезде в Россию. Ну, то есть визовый режим. Визовый режим между странами. Я вот сегодня нескольким людям задавал этот вопрос. Но я слышу, что в основном отвечают с патриотической позиции, без вопросов, что да, это надо все. Ну, чисто с патриотической позиции, да, это действительно надо, казалось бы. Но с другой стороны, я вижу, что вчера, позавчера, я практически каждый день сталкиваюсь с таким количеством насущных проблем сегодняшних. Я задал себе вопрос в таком ключе. А нужно ли это людям, мирянам, да, пересеченному громадянам? И я себе начинаю отвечать, в принципе, мне неинтересно, будет визовый проезд или не будет. Я вообще не почувствую никакой разницы. Почему? Потому что в России, у меня есть там родственники, в России все, но я туда давно не ездил, и в ближайшее время, честно говоря, не планирую. И будет ли визовый режим или не будет. Если я захочу туда ехать, если будет, предположим, визовый режим, я оплачу визу и поеду туда. Для меня это не составляет проблемы. Как вы считаете, это вообще насущная проблема, которую сегодня, например, на уровне городского совета надо обсуждать? На уровне городского совета обсуждать вообще алогично, потому что это не по намочению городского совета. А если так вообще взагаля брать, отличаемся немножко от визы и немножко другую такую штуку. Относитесь к такой планете, как лицензии. Не важно, на что, на торговлю алкоголем, на добуду ботку надо, все остальное. Простой вопрос. Кто заинтересован в проведении лицензий? Кто первый в этом заинтересован? Ну, государство, по-видимому. Нет. В первую очередь заинтересованы крупные покупатели лицензий. У нас, опять же, объясняю, у нас было ликеро-водочное предприятие в Полтаве. Сколько раз на сегодня оно не работает. Почему? Потому что у нас есть союз Векта, монстр, огромные предприятия, которые там, Боя Дернс, много этих, которые, ну там, порядка десятков в пределах Украины, которые занимаются производством продажи ликеро-водочной продукции. Заплатить предприятию с миллиардным оборотом 10 миллионов за лицензию и заплатить нашему полтавскому 10 миллионов за ту же самую лицензию. Ну да. Оно фирически не может это сделать. Во всех лицензиях всегда, в первую очередь, заинтересованы большие игроки для того, чтобы отсечь мелочи, для того, чтобы не приходилось сражаться на каждом маленьком рынке с маленькими конкурентами. Можно, когда вас 10 человек на всю страну, образно говоря, картерный сговор, у всех все замечательно. Вы договорились, что это вы продаете за столько, это вы продаете за столько, а здесь вы друг другу не мешаете, и у вас всех бизнес сделал замечательно. То же самое с лицензией, с визами. Визы, в принципе, это инструмент, во-первых, это наполнение бюджета в каком-то там, в какой-то части, обеспечение работы своих посольств, консульств. А второй момент, это способ фильтрации, перемещения людей между странами. То есть, бедный человек визу не купит. Почему у нас проблема с визами в Европу? Ну, извините, заплатить 50-60 евро за визу по сегодняшнему курсу до простого человека при зарплате, пусть даже 2 тысячи, ну, это много. Только за визу. Плюс билет, просто там жить нужно. Все, проблема решена, отсечена. Зачем едут в Россию? По бабушкам, к дедушкам, по малым, к братьям и на работу. Да. Ну, человек, который едет на работу, для него это тяжело. Да, вот Россия на сегодня есть агрессор. Она совершает нехорошее действие на территории Украины. Это факт. Но какой-то промежуток, прослойка, количество людей определенное, оно свою жизнь связало с Россией на сегодняшний день. Украинцам, которые этнические украинцы, граждане Украины, они или на работу ездят, или там, родственникам, или какой-то бизнес может даже строить. Если говорить о том, нужны ли визы в принципе, тут нужно смотреть статистику, кто ездит, сколько ездит, когда ездит, с какими целями ездит, и посмотреть. Для Украины визы, для граждан России на посещение Украины, единственный, это такой реальный позитивный момент, это отсечение возможных, ну, шпионов, будем говорить так, то есть, все же понимают, Донбасс, горячая зона, и когда нужно каким-то образом попасть туда незамеченным, можно под видом туриста пересечь в Харькове границу, я просто еду там посетить могилу предков или что-нибудь еще, а куда он там уже доедет в итоге, это большой вопрос. Вот это вот позитивный момент, этим можно отсечь, но в широком плане, вот, говорит, что вот мы вот сделали визы ради того, чтобы сделать визы, а не потеряет ли Украина больше от этих виз, чем Россия, тем более, я знаю нашу границу, когда у нас километры границы, просто поле, то есть кому нужно, он все равно перейдет, без визы. Опять же, наша коррупция, вы сказали, что у нас в визовом господарстве подовано коррупцией, у нас купить визу, так вот, в обход всего этого дела будет нельзя, дополнительная кормушка для кого-то, то есть, тут нужно смотреть уже детали, вот именно, частности, насколько, насколько это будет выгодно, насколько это будет невыгодно, опять же, устранение препятствий в форме виз между странами, это две страны понимают, что у них какое-то там движение населения и товаров, между ними довольно-таки большое, и виз создает проблему, потому что это какой-то там временной лаг образуется и финансовый лаг, ага, значит, посчитали, значит, экономика одной и другой стороны получит плюс, значит, мы это дело убираем, тут кроме патриотических чувств нужно еще понимать, что всем хочется кушать, и страна это живой организм, который, кровью которого есть финансы, если я без крови в страну, то извините, за что мы будем воевать, за что мы будем платить нашим воинам, а воинам тоже нужно кушать, воинам тоже нужно кормить свою семью, у них тоже есть дети, которым нужно одеваться, ходить в школу, ну, это проза жизни, хотим мы того, не хотим, но это так и есть, поэтому нужно тут, нужно осторожить. Тут надо взвешенно, да, вы правильно говорите, ну, я почему в основном задал этот вопрос, у меня есть двух юности, он лет 20, наверное, живет в Москве, прижился там, семья, все, но последних два года, вот именно после революции гидности, он начал активно появляться в Полтаве, ну, где-то моего возраста, человек, все без вопросов, причем он не просто приезжает, когда мы встретились после многолетнего промежутка, когда не виделись, мы встретились с ним в 2014 году, когда я волонтерствовал, и он финансов помогал, то есть, понимаете, и я его недавно встречаю, точнее, не встречаю, встречаемся в интернете, а он говорит, у вас там такие вопросы начинаются по визе, я говорю, да, а он говорит, ты понимаешь, для меня станет проблема въезда, по сей день, он вот много раз заезжал в Украину, ну, я же задавал вопросы, как ты пересекаешь границу, он говорит, вообще без проблем, то есть, особо там чувствовать, что что-то плохо, кто-то напрягает, вообще этого нету, но теперь для него станет проблема виза, то есть, для него уже становится тормоз, приедет он к своей маме, приедет ли он, встретиться со своими друзьями, уже начинается, опять же, это человек, который везет в страну деньги, он что-то привозит, да, даже пусть не брать того, что он финансово помогает, волонтерам, он привозит в страну финансы, которые продолжают работать внутри страны, он маме помогает своей, безусловно, то есть, я почему, потому что я вижу, что активно, я же еще раз повторяю, я вижу, когда беру интервью у людей, что они с патриотических побуждений, вопросов нету, да, надо, все, но когда начинаешь глубже, я вчера, кстати, с Ярославом, Ярослав Журавель, есть такое блоге, общался, и эту тему мы зацепали, он правильно сказал, экономисты должны считать, нужно ли это, вы подтверждаете свою миссию, в первую очередь экономисты, нужно ли это, и поймаете, когда начинается этот разговор на уровне городского совета, у меня возникает сомнение, а это не популизм ли случаем? Это политика, это нужно понимать, как бы там ни было, на сегодняшний день у нас так сложилось законодательство, все депутаты всех уровней, они в той или иной степени, кто-то больше, кто-то меньше, но все в любом случае привязаны к политическим партиям, то есть они выражают и глаголят мысли партии, то есть с одной стороны хорошо, с другой плохо, но плохо, когда у тебя получается, ну получалось так, в некоторых советах было так, мэр как бы не от какой партии, большинство в совете как бы от одной партии, а меньшинство от разных партий и дергает постоянно в разные стороны, и работы не получалось никакой, как можно, опять же, та самая децентрализация, к примеру, я не говорю, что это хорошо, хорошо, плохо, это нужно смотреть, опять же, нужно вникать в детали, детали там больше, чем нужно, мы хотим изменить страну, территориальное устройство, то есть может быть даже в чем-то, где-то, как-то это и хорошо, может, ну опять же, это еще далеко не факт, как мы можем что-то изменить фундаментально, когда мы сверху даем один сигнал, то есть Верховная Рада, наш центральный орган управления страной приняло решение, мы живем вот так, а эти решения начинаются на каждом уровне ниже, ниже не саботироваться, потому что кто-то там решил по-другому, то есть, это с одной стороны хорошо, когда есть единое начали, и как-то, ну, единый вектор движения страны, хороший он, нехороший, в ту сторону, не в ту, это уже нужно смотреть, какой этот вектор, то есть кто задает этот вектор, но хорошо, когда мы в одном направлении идем, а не все во все стороны сразу, потому что если будем идти во все стороны сразу, мы не придем никуда, это хорошо в том плане, что можно каким-то образом добиться какого-то результата, конкретного результата, это плюс, но опять же, всегда есть обратная сторона медали, есть политика, решено политически, принять такое решение на уровне всех, допустим, районных или городских советов, города, области или Украины, потому что так решила партия, вот приходится выконывать, то есть может это опять же, хорошо, опять же, это показывает позицию, что вот в определенной части общества разделяет такую позицию, общество считает, что нужно двигаться так, но опять же, это же не абсолют, какая-то часть общества считает, что нужно двигаться так, а какая-то часть общества считает, что нужно двигаться в другую сторону, то есть это нужно обговаривать. Тут просто ситуация, понимаете, с этим вопросом довольно скользкая почему есть люди думающие например вы 300 раз взвешиваете вы все с позиции знаний своих то что не знаете пытаетесь выяснить у специалиста да экономисты должны считать когда просто поднимается какой то вопрос и человек должен сиюминутно сейчас сказать свое мнение а правду сказать он не может почему потому что если он скажет нет он вы его выставят сразу не патриотом независимо от того там бывший заслой предположим он там герой украины то есть а если он скажет да он может пойти поперек своего мнения но у человека вилка но всегда есть возможность воздержаться такое вот очень хорошее убежище для любого публичного лица когда он может просто воздержаться то есть ты как бы и не против но поддержать не можешь или наоборот ты против но высказать открыто не можешь ты можешь воздержаться ну такая позиция политики играют на этом к сожалению это не понимаете политика такая штука как в которой хотим мы того не хотим оно есть это вот не явление которое существует объективно как там снег на улице или дерево оно просто вот просто есть ты не можешь быть хорошим всем это вот в советском союзе у нас была коммунистическая партия которая получала 98 процентов поддержки и то я же прекрасно понимаю что 98 это же нереально нереально и даже там было не 100 а 98 быть хорошим всем все равно не получится ты люди все разные это принцип построения природы разнообразие разнообразием природа страхует себя от неудач где-то в чем-то одном она неправильно поступила в другом вот она сделала правильно и она дальше развивается точно так же и опять же в нашем совете в городском районных неважно есть какое-то здравомыслие да там целесообразность как вода это назвать можно и нужно искать как бы для большинства приемлемый этот вектор который большинство поддерживать все мы не можем быть все одинаково мыслить и в одном направлении дверца поэтому приходится когда-то воздерживаться когда-то принимать чью-то сторону когда-то поддержка говорить нет это неправильно так поступать нельзя ну потому что такая наша позиция потому что мы так думаем ну так есть люди просто этого не понимают ну человек думает так а вот он попал в депутаты все он должен работать чтобы с их все было хорошо Андрей вы представитель такой политической силы как Батьевщина и я наверное задавал вам этот вопрос все таки я и повторюсь вы чувствуете давление сверху я имею ввиду с Киева какую-то дают вам какие-то ЦУ надо сделать вот так в частности может быть вам есть такая вероятность что завтра позвонят и скажут ты должен завтра за визовый режим поднять бучу в Полтаве и т.д. Вчера вероятно ли это у вас Вчера в нашем совете было заседание Президии от орган Дарачи орган перед каждой сессией у нас проводятся такие вот что мы общую как бы так стратегию выработали что мы делаем что мы не делаем это 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 рассматриваем это не рассматриваем это вот здесь поступаем так для того чтобы каждый глава фракции мог своей фракции рассказать что ребята вот на этом на этом у нас в этом вопрос мы рассмотрели что такое стратегическое и мы вот как вы думаете вот наша фракция как мы должны поступить так или так а вот так должны поступить все мы вот выработали статы значит ряд партий ряд представителей разных партий обратились с разными западами почему интересно так обратились они обращаются как бы с западом но при этом выставляют этот запад как решение Рады вот я слушаю это дело я говорю ребята подожди так как есть разные формы воздействия и как оглашение своего своей позиции каждый депутат имеет право сделать звернани которые зачитывают на сессии и депутаты рассматривают да мы поддерживаем аж звернани да Рада поддерживает обращение депутатов звернани и вот к тому кому это дело обращено это один момент решение Рада это немножко другой момент это решение коллективного органа то есть ну либо люди не совсем поняли что они хотели чего что они сделали в итоге или это какая-то опять же давление с центра вот был спущен вот вот так вот вот они так и поступили то есть тут тоже а и в зависимости того есть ли у нас ну конечно какая-то партийная дисциплина в любом случае есть то есть какие-то стратегические задачи поставлены тут безусловно естественно тезисы в любом случае есть опять же то о чем я говорил в едином начале это будет ну это будет абсурдно когда наши депутаты от нашей партии стратегический курс выбирают допустим не поддерживать децентрализация мы на месте будем кричать в период децентрализации это абсурдно это глупо должна быть но если не совпадает с вашим мнением вас каждая партия базируется на какой-то идеологии любят очень часто кричать у нас не партия у нас партийные проекты ребята откройте почитайте статут партии там все предельно четко расписано не нравится что написано до сюда и следующую партию вот устраивают тебя те ценности которые провозглашены в статуте вот ты их должен разделять ты когда вступаешь в партию ты в любую партию обязуюсь выполнять статуты в статуте задания то что там описано вот так вот мы строим наш коллектив строит свою работу на вот таких вот основах соответствуют твои личные убеждения этим значит соответственно соответственно конечно могут быть какие-то моменты когда ну в деталях может быть какое-то не ну несоответствие но пока что слава богу по стучу по дереву таких вот кардинальных там на 180 градусов разворотов между политикой партии и моими убеждениями не было конечно все люди разные каждый мыслит по-своему вот один считает что нужно покрасить белый цвет другой считает что нужен там березовый к примеру в салатный цвет потом еще ответ покрасить это может быть но все сходятся на том что нужно красить не покрасишь будет время ему придет я правильно понял немножко вернемся на две минуты назад вы были очевидцем когда депутат подает депутатские звырнане и сразу же проект решения вы об этом говорит там вот немножко это им не к сожалению нет на этом сезон не было болел не присутствовал по рассказам через через старые руки зачитали на сессии как депутатские звырнане даже наверное скорее не звырнане а запад потому что зачитали на сессии с целью то чтобы рада поддержала но оформлено оно было как решение сессии решение рады это разные вещи разные процессуальные у них основания и цели результаты ну разные документы звырнане это просто депутат высказывает свою какую-то свою позицию либо задают какой-то вопрос опять же там есть закон определенный перечень к кому можно обращаться дело заканчивается пределы полномочий что можно что нельзя вот опять же разложено случился там среди предстоитеров я говорю пока мы были просто людьми и стояли на майдане мы были просто людьми закон нам дозволял делать все что не запрещено законом ну что запрещено законом это вопрос третий потому что законы принимались у нас очень разные сейчас принимают очень а когда ты уже имеешь определенный статус статус депутат но тебя уже налагаются очень много ограничений должен понимать что не просто человек да ты ты гражданин да бесспорно но твой статус дает тебе как какие-то права точно такие же обязательства и ограничения нужно понимать не можете просто всех огульно там откладывать матом у нас любят делать один депутат то есть это уже нужно понимать что этого делать нельзя Ты имеешь определенные как права, так и обязанности. Будь добр, соответствуй. Не соответствуешь, но пиши заявление. Скажите, Андрей, мы сейчас с вами общаемся на русском языке. Очень серьезная проблема языка. Как я вижу ситуацию, довольно часто, когда поднимается вопрос о том, на каком ты языке общаешься, я всегда задумываюсь, зачем человек поднимает этот вопрос. Чаще всего это делается для отвлечения внимания. То есть мы можем с вами разговаривать и в украинскую мову, но я родился, вырос в русскоязычной среде. Как сейчас помню, 10-й садик, 25-ю школу. Ну все на русском языке было построено, мне скоро 51 исполнится, но я прожил так. И разговаривать азеровским языком для меня, честно говоря, противно. Чистый украинский язык я слышал, чистый украинский язык, лишь однажды, когда я случайно пересекся с этническими украинцами из Австралии. Это действительно певучий, красивый язык, который я сейчас очень редко слышу на сегодняшний момент. И те люди, которые кричат на меня, например, что я на русском языке разговариваю, этим ли выражается истинность твоей национальности, украинец? И как вы вообще к языковой проблеме относитесь? Вот с трибуны вы на украинском языке общаетесь? Да, с трибуны, когда как это официальное мероприятие стараюсь на космонавтическом языке, есть такое хорошее мнение, скажем так, бытие определяет сознание. Вы правильно сказали. Я тоже. Садик русскоязычный, школа русскоязычная, институт, у меня было преподавание на четырех языках. Я могу, когда мне такие вопросы задали, я говорю, я могу с вами свободно разговаривать по любому из четырех языков, пожалуйста, выбирайте. Но когда я приду к вам в гости и буду с вами разговаривать, конечно, я буду разговаривать на том языке, на котором вам удобнее, если я смогу в этом языке с вами разговаривать. Но когда я сам, или вы ко мне пришли, или я там сам определяю, там на улице мы с тобой разговариваем, то уж как-то давай я буду сам определять, на каком языке мне говорить. Я могу разговаривать на русском, на украинском, на английском, на немецком, пожалуйста, любой выбирайте. Но когда я к тебе обращаюсь, и мы с тобой в неформальной обстановке, давай же как-то сами разберутся, на каком языке я говорю. Если я с тобой разговариваю на русском, ты русский понимаешь, ну в чем проблема. Ты же понимаешь его? Я же с тобой не на китайском разговариваю, а ты не понимаешь его на китайском языке. А на каком языке говорить? Ну, глупо. Люди десятилетиями разговаривают на одном языке, думают. Я думаю на русском языке. Вот хочу этого, я не хочу. Это данность. Опять же, реалии, объективные реалии. Я думаю на русском языке, потому что я учился, я строил свою речь с детства на русском языке. Я думаю на русском. Я правильно вас понимаю. То есть, такой проблемы, как таковой, в принципе, не существует. Нет, нет проблем. Посмотрите на детей. Опять же, у меня была знакомая девушка, она взрослый человек, но она разговаривает на украинском языке. Говорю, и полтачанка. Говорю, как таким образом. Ну, как у меня школа была украинская, институт украинский. Так вот сложилось, она украинская, причем довольно-таки чисто. Не знаю, как с теми австралийцам, которые вы говорили, насколько это близко. Там песни. Она прекрасно разговаривает на украинском языке. Прекрасно. То есть, чистый украинский язык. Это не проблема. Дети сейчас, те, которые, не знаю, там, пятый, шестой класс, они уже только на украинском разговаривают. У меня дочка на таком разговаривает суржики, что жутко. Но это вот... Это моя вина, быстрее всего. Родители и школа... Я стараюсь не акцентировать внимание, когда разговариваем на русском, когда на украинском, для того, чтобы она хоть немного начинала понимать разницу. Это совместно, мне все придет. Когда ты детей на украинском языке учишь, они другого языка, они думают на украинском. Все, вопрос для них закрыт. А пытаться переучить 60-летнего или 70-летнего человека, который всю жизнь разговаривал на русском, на украинский язык... Тем более, что процент пенсионеров у нас очень серьезный. Около 40% населения. И когда начинаешь с ними зацепать эту тему, они очень болезненно это воспринимают. Зачем? К чему? Не нужно вообще ее... У нас есть, у нас в Украине есть такие люди, которые не понимают русского. Ну, проценты считанные, может быть. Это не проблема на каком языке говорить, что просто не то, на каком языке ты говоришь, это вопрос о том, что ты говоришь. Можно и на украинском разные глупости рассказывать. Кстати, поступок Сергея Каплина, последний. Не, ну, он же у нас вообще звезда. Как же? Я очень жалею, что я болел вот в этом... Как раз так получилось, когда вот эта вся ипотея была с уборкой снега, я как раз в этот момент заболел. Ну, до пневмонии там, вообще, неважно. Но я тоже хотел покататься на тракторе. Я вот не на тракторе, я на грейдере хотел покататься. Никогда не ездил на грейдере, с удовольствием поездил. Меня другой убивает. Ну, вот депутат Верховной Рады должен кататься на тракторе? Или он должен какие-то другие вопросы решать? Или сделать так, чтобы на этом тракторе не нужно было кататься депутату? На тот момент я как раз после того делал... Брал интервью. Одна женщина, она с валютными заемщиками занимается. И как раз в тот момент, когда он ездил тут на тракторе, или пытался ездить, скажем так, он должен был по ламите быть, заниматься ее вопросом. Ну, вот это лоббировать как-то там или не лоббировать. Ну, конечно, многих шокировало. Я к чему этот вопрос задаю? Я просто так, вы помните, да, когда он врубал двери, я когда болезненно это все воспринял в интернет-сетях, тогда поднимал вопрос этот. Я смотрю, он что не приедет, да, ничего толкового он не привозит, кроме смуты. Он тогда, потом, потом, потом. Любой политик, хороший политик, в первую очередь, актер. Но актеры тоже есть разные, хорошие и плохие. Ну, вот нужно, кроме политики, еще какие-то результаты иметь за собой. А когда где-то кто-то проводил исследование, попадалось на глаза, не помню, из его законопроектов рассмотрено два или три, а принято, я не помню, или один, или что-то такое. А подано там же невообразимое количество. То есть он у нас очень плодотворный парень. Но при этом результата его плодотворности нет. Проектов много, но проекты или бредовые, или такие, которые никогда не будут рассмотрены. Просто, понимаете, меня немного задевает, вот какое дело. Почему я задал по нему вопрос. Я знаю Александра Шомоту лично, я знаю многих из их партий депутатов. Я знаю некоторых из них как деятельных людей. Людей, которые работают, людей, которые что-то делают. Не просто что-то, по поводу Шомота. Должен отдать должное. Его работоспособности я завидую. Ну я что-то сказал, я надеюсь, что он меня не обиделся. Я присутствовал на комиссии, бюджетной комиссии, в которую он входит. Я был поражен, насколько человек глубоко разбирается в цифрах. Мне еще до этого очень далеко. Я молодой, он уже какой-то третий язык, я только первый. Очень компетентный. Вот в этом не отнять. Очень толково, дотошно, до каждой цифры. И он не просто цифру называет, он понимает, что это цифра и может ее объяснить. Причем объяснить для любого человека. Вот это меня расстраивает, понимаете. Почему? Потому что, например, вот мы Александра с вами зацепили. Я его знаю. Я неоднократно на него наседал. У нас были конфликты с ним. У нас то, сё. Ну, какие конфликты? Текущие, мелкие. Где-то я не прокритиковал. Где-то что-то нет. Но я знаю его как человека работающего, понимаете. И тут приезжает лидер. И они вдвоем. И вот эта проблема, она настолько как-то шамота пошел, как в прицепе, понимаете, с лидером. И вот политика какой-то. Это все политика. Нужно себя каким-то образом отрекомендовать людям. Не давать людям себя забывать. Вот они, Каплин, да, вот он выбрал вот такую вот позицию. Но это его право. Хорошо, это плохо решат люди. Хорошо. Я думаю, вы видели репортажи по Ленинскому району сессии проходили. Там и представитель вашей партии активно принимает участие. Это хорошо. Кстати, тоже мы с ним на конфликте. Но тем не менее, мы в хороших отношениях. Как вы считаете, что там происходит? Почему? Не представляете? Более того, я не могу понять глубинную суть. Не, я понимаю глубинную суть. Я хочу быть головой рады. Это как бы в простых словах. У кого-то есть это непреодолимое желание. Ну, кроме хороших желаний, нужно первых еще мочь. Это раз. А вторых, понимать, ну, как бы уже же процесс обранья прошел. Так вот, я же к чему и введу. Он закончен. Логическое завершение есть. Почему-то в двух радах вопросов не возникает. А вот тут вот бешеные вопросы возникают. Почему они возникают? Никто объяснить не может, но они возникают. Ну, если у кого-то они возникают, пусть они ищут ответ на вопросы. Но пусть же не держат в заложниках весь район. Пока раду будет штормить и лихорадить, в заложниках они будут люди. Я так понимаю, уже всему населению города Полтавы хватает того, что у нас люди не могут земельные вопросы свои решить. Потому что у нас нету на сегодня решения о полномочиях районных рад по земельным, в том числе земельных вопросах, не принято. То есть люди уже полгода не могут, ну, банально, продать дом. Продать дом без катастрофного номера участка нельзя. Получить катастрофного номера участка без решения рады невозможно. Все, приехали. Люди полгода в заложниках чьих-то игр. Но это ненормально. Я, честно говоря, понимаете, я по Ленинскому очень шокирован. Как можно было, ну, будем называть фамилии, да? Господин Дробитько, он прошлую каденцию отбыл на этом месте. Теперь прошли выборы, его выбрали. Через три месяца депутаты передумали, решили опять перевыбирать. И я не удивлюсь, что на следующей сессии начнет повторяться эпопея. То есть я был очевидцем этой сессии последней, да? Сессия пять с лишним часов шла. Из них три часа ушло на обсуждение вопроса и решение, как бы Дробитько сдвинуть. Вместо того, чтобы решать глобальные насущные вопросы, внимание уводится вообще в неизвестном направлении. Но самое большее меня вообще убило мнение одного из патриотов и ветеранов, которые начал требовать от Дробитько, чтобы он ушел в АТО. А я на него смотрю и задаю себе вопрос. Ну, давайте так, гипотетически, да? Господин Дробитько принимает решение уйти в АТО. Рабочее место должно быть за ним сохранено. К примеру, у нас на глазах был облажен администрации. Через время он приходит, и тот же самый патриот господину Дробитько не сможет ничего сказать, потому что господин Дробитько становится таким же самым ветераном. По поводу АТО тоже интересный вопрос. Я снимаю шляпу, я преклоняюсь перед теми людьми, которые защищают сейчас на Донбассе, на Чангаре, я не знаю. Это же только то, что мы знаем на Донбассе. Я уверен, что по всей Украине есть определенная работа проводится. Вы же понимаете, Россия это очень, очень коварный враг. У нее столетние традиции шпионажа. Масса, есть масса вещей, которые не говорят на публику, и в ближайшие 75 лет их никто не скажет, потому что это есть определенные протоколы по этому поводу. Я преклоняюсь перед теми людьми, кто это делает. Но, извините меня, поставить плотненько варить борщ, глупость будет. То есть своим делом должны заниматься те люди, которые в этом понимают. Профессионалы. С меня, ну пардон, с меня пехотинец. Пушечное мясо. В лучшем случае, если я там проживу 2 минуты в бою, это будет очень хорошо. Экипировку угроблю, я оружие угроблю. Замечательно, кому это стоит лучше. То есть люди должны быть подготовлены, люди должны понимать, что они делают. Это как шутка из правды. Как какой-то там лейтенант или капитан рассказывает новобранца. Говорит, запомните, для того, чтобы вступить в рукопашный бой, два, продон, идиота, должны найти абсолютно гладкий ровный участок территории, потерять свое оружие, там, сапоги, ремень, не найти ни одного камня и палки, только после этого с таким же придурком вступить в бой. Точно так же. Это шутка-шутка. Но подумать голову, действительно, у меня даже в мыслях не сложишь. Действительно, у тебя же есть ремень, у тебя есть там ботинки, у тебя есть нож, у тебя есть палка, камень. То есть это нужно соображать, что это можно применить. Это простой приземленный пример. А в военной науке, сколько там таких нюансов, деталей, о которых я даже не подозреваю? Какой с меня? На первой волне, когда только начали происходить эти все события, я пошел в инкомат и сразу же зарегистрировался, все. В тайне от семьи, все, никто не знал, ну вот. Но я считал так нужным. В течение месяца я встретил своего старого товарища, друга, можно сказать. Артем врач. И мы с ним обсуждали эту проблему. Ну и сидим, обсуждаем за чашкой кофе, а он на меня смотрит, смотрит. Ну он в курсе моих там проблем по здоровью, да. Я с ним делюсь, он подсказывает. И он мне говорит, слышишь, а ты вообще понимаешь, на что ты подписываешься? Я говорю, в смысле? Ну вот ты попадаешь в окоп, на передовую. У тебя вот такая вот такая вот такая проблема. Следовательно, у тебя за спиной должна стоять скорая помощь. Реально. Почему? Потому что 20-30 минут, если ты выжил, значит, ну в ближайшие сутки у тебя, значит, вот эта проблема, это проявится. После ближайшего обеда у тебя вот это проявится, у тебя будет вот это, вот это, вот это. А я такой сижу и понимаю, что я слишком дорогой солдат получусь. Очень. Это опять же к тому, что есть масса, масса нюансов, проблем, о которых мы не представляем. Вот мы со стороны смотрим, они там воюют, вот все, мы патриоты, мы идем воевать. А то, что ты своим появлением там, ты не какой-то позитив внесешь в ситуацию, а только отягостишь своими проблемами, люди же этого не понимают. Патриотизм хорошо, но нужно понимать, что ты делаешь. Не просто там хватать автомат и бежать вперед, а может где-то нужно тактическое отступление, а слона зайти, ну это образно, я говорю. А когда просто ломишься куда-то что-то делать, не понимаешь, что ты делаешь, может, может, ты достигаешь какой-то цели, но очень все хорошо может сделать, а может на такие головы воротить, что ему не покажется. Только опять же, Дробитька, ну как бы там ни было, ему не 18 лет. Я его не выгораживаю, я, честно, я с ним даже лично не знаком. Но человек в его возрасте пойти в АТО, ну... не профессионалу. Какой из него там будет практически... Вы знаете, Андрей, самое шокирующее, что это требование выставлял человек офицер, профессионал с высшим образованием, и он вот такой выдавал. Я, честно говоря, вообще... У меня друг детства, он наш институт связь закончил, он дослужился, наверное, уже был майор, я даже не знаю, какое у него звание. Ушел уже из армии, ушел, поболезненно ушел. Человек, пятиборство, рукопашный бой, плавание, что-то там еще у него. То есть у него день был расп... А, какая-то еще какие-то технические занятия у меня рассказывали, какие-то были, ну, типа там профкурсы, плюс тир, естественно же, это без вариантов. У него день был расписан и разбит, ну, поминутно, не посекундно, поминутно, слава богу. То есть его жизнь была подчинена военному делу. Он профессионал. Он физически подготовлен, он морально подготовлен, он ментально подготовлен, он стратегически подготовлен. Он это знает и понимает. И он по болезни, которую он получил в процессе службы, его уволили, потому что он не может... Его здоровье не позволяет ему больше быть в армии. А вы говорите о том, простых гражданских хотите кинуть его коп? Мясо, просто мясо, от которого не будет никакого толка. Я правильно понимаю, мы вернемся к нашему городу. Я на днях столкнулся с таким чудным действием. В 2012 году я видел письменное подтверждение. Жильцы одного дома попросили Зелымбут или кто там, чтобы убрали дерево. Оно высыхало, все. С тех пор, до сих пор это дерево стоит на месте. Перед Новым годом, когда там штурма были, шторма были, вот это все, одна из веток была отломана и упала она на крышу. Но это изначально было незаметно. Потом, когда пошел снег, опять же незаметно. Но когда снег начал таять, начал потолок у пенсионерки течь. Когда поднялись на технический этаж, было выяснено, что в провал насыпало снегу уже на технический этаж. Это все тает, течет. Интересная фраза. Жильцы сразу же обратились в горосполком, это буквально в центре находится. Буквально в одном квартале я видел репортажей. И была фраза у чиновников, так еще бюджет не принят. Я задался вопросом, за какой год бюджет должен был быть принят, чтобы с 12-го года последнее убрать это дерево. В прошлой каденции я был помощником депутата партии Барьковщина, главы фракции, был помощником, все равно все помощником. И обращался, потому что, опять же, даже люди ко мне не обращались с какими-то вопросами, я пытался эти вопросы каким-то образом решить, то есть хотя бы разобраться в причине проблемы. Мне очень понравилась, опять же, одного из чиновников интересная фраза. Я говорю, ребята, яма, банально приземленная, яма во дворе. Говорю, Яне 2 года. Вначале, когда она только образовалась, она была там 15-17 сантиметров. Сейчас она 1,5 метра на 1,5 метра. Вы пока дождетесь до того, когда там бюджет примут, или что-то там звезды с неба упадут, и вы соберетесь ее ремонтировать, нужно будет уже не 15 квадратных сантиметров заасфальтировать, а 1,5 квадратных километров. Потому что разобьют. Есть свойство ухудшаться, у проблемы есть свойство ухудшаться. А мы не можем ничего сделать. Я говорю, а почему? А у нас деньги на поточные ремонты не запланированы вообще в принципе. То есть у тех, кто проектировал бюджет, создавал его, у них не родилось в голове такой мысли, что в процессе эксплуатации дорог они могут поломаться. Они должны ломаться только строго по концу бюджетного периода. Вот он в конце бюджета поломался, мы в начале следующего бюджета их отремонтировали, и они должны до конца этого бюджетного периода ни разу нигде не поломаться. Это говорит о очень большой дальновидности чиновников, которые были уполномочены и могли формировать бюджеты и подходить вообще к решению этих вопросов. То есть у них даже приблизительно в голове такого мысля не возникло, что хорошо, мы вот капитальный ремонт провели, но есть же непредвиденные случаи. Ну, депутаты еще и утвердили это. Ну, мы все знаем, как у нас был депутатский корпус прошлого созыва, кто у нас был в большинстве и кто был полномочен приемлем к решению. А как думаете, сейчас такие вещи происходят? Ну, я думаю, что на сегодня, в сегодняшней ситуации, бюджет будет намного сбалансированней, и реакция на проблемы, которые будут возникать по ходу бюджетного периода, по ходу года, она будет быстрее и эффективнее, нежели в прошлый раз. Почему? Потому что тот самый Шамота, он не даст, скажем так, долго проблеме назревать. То есть, так же, как и наши партийцы. Я знаю прекрасно, кто представляет нашу партию в Горсовете. Если к ним обратятся с такой проблемой, я уверен, никто тянуть не будет. А на первой же сессии, или даже до сессии на комиссии, или просто будет депутатское завершение, вот у нас есть проблема, давайте ее решать. Интересный вопрос. Вы сейчас зацепили опять Александра Шамота. Как думаете, почему он не пошел начальником Шеда? Это надо у него спрашивать. А вы думаете, как? Не могу знать. Ну, понимаете, опять же, что нас люди пока еще этого не разделяют. Административные должности и должность депутата. То, что было у нас со снегом, это то, что я рассказывал, некоторые на меня обижаются, но, тем не менее, это я так считаю. Работа депутата не на тракторе ездить. Работа депутата сделать так, что ему не нужно было на трактор садиться. Вот все же, это же история, которая ходит по Полтаве не первый год, когда человек, притиха на ночи было, человек, там, тракторист, да, ночью встает, продон в туалет, вот ходит, в окно смотрит, там снег валит. Он кидает, все забывает, что он куда там шел, одевается, и быстренько движет, садится на трактор, начинает чистить, потому что он знает, что в 6 утра будут ездить по городу и смотреть, где не убрана, а в 8 уже будут рассказывать, что ты или сейчас за 2 часа убираешь, или завтра ты уже не работаешь. И к 8 утра, когда люди едут на работу, город почистят. А когда сейчас заявление у нас о том, что мы не можем начать убирать снег, потому что они еще еды, я говорю, ребята, так если вы будете неделю идти, вы будете ждать неделю, пока он будет идти? Когда был первый снегопад, я из центра добирался домой. На дороге, на проезжей части, на Октябрьской, на Бирюзово, было до 20 сантиметров снега. Я не ехал, я плыл. А они ждут, пока снег закрыл. Ну, сейчас подтверждение ваших слов и быстрее всего, наверное, я прокритикую и себя. Я как-то внимательно промониторил репортажи по поводу уборки снега, а практически нигде трактористов не видно. Только депутаты. Нет, ну, депутатам нужно отдать должное. Нет, они работали, вопросов нет, что я не претензий. Я просто, что тех людей, которые реально это делали, их никто не показал. Я в Скользце где-то показал, как их кормили, там обустроили на провинции. А так, честно говоря, я был, ну, когда я понял это, сложил в кучу, я был расстроен. Ведь Вадим Ямщиков, он, да, он организовал все, вопросов нет. Но не он убирал, он руководил. Вот он как раз выполнял, ну, в основном, именно ту работу, которая и должна выполняться депутатам. Он организовывал. Я это в критику к себе. Почему? Потому что это и я виноват. Надо было акцентироваться не на Вадиме, а на тракторист. Нет, понимаете, трактористы, это не публичные люди. Да. Для меня это было проблемой. Поймайте еще человека, но вы скажете, давай тебя сниму, не каждый скажет, давай. Мой скажет, а я не хочу, я не хочу. То есть, не все хотят, во-первых, не всем это нужно, не все это хотят. А вот это люди публичные, да, конечно, они в объектив должны, они должны вводить, это их работа, это часть из них работает, чтобы люди видели, что те, кого они избрали, они действительно что-то делают. Но опять же, они же не трактористов избирали. Избирали депутатов, работа депутата, организовать работу трактористов. Но ни в коем случае не самому за рудом не сидеть. Банально, я опять же, такой простой приземленный вопрос. Один из депутатов сел на рейдер, трактор, не знаю, что там сел, не прокаплено сейчас, и поехал чистить там, где ковцы он чистил, что-то он чистил. Партон, у него права соответствующей категории есть? Ну да. А если бы он что-то натворил, а кто ему дал право на коммунальном транспорте за рулем сети и эксплуатировать его? У него есть допуск, у него есть путевой лист. Это очень простые приземленные вещи, но это тоже, это закон. Мы должны закон, мы должны перуковаться в первую очередь законом. Соблюден он здесь был или нет? Нет. Это тоже вопрос. А как вы со стороны оцениваете и вот туда стоим в стране, смотрим на эту борьбу со снегом, удачно все-таки прошла эта вся эпоха? По сравнению с тем, что могло быть, очень удачно. Если бы это продолжалось так, как это шло, когда у нас один, ну это ужас был, когда на Киевский район дали два трактора, с утра один поломался, и второй со щеткой ездил и полировал лед. Так бы он дальше шел, и там ничего не убирал. И ждали пока растает. Работа проведена колоссально. Работа намного лучше, чем тот, который мог быть. Но опять же, но не идеальный. Ну это отдельно. Скажите, Андрей, мы с вами не раз сталкивались в городе, и вы знаете мою тему автахам. Как вы думаете, почему все-таки это автахамство существует у нас в городе? Люди. Такие у нас люди. Ничего не сделаешь. Опять же, возвращаемся, опять же, пиарю себя. Будучи помощником депутата прошлого созыва, к товарищу мою обращался, товарищу мою, ваша любимая площадь перед театром имени Ого. Товарищу мою, дайте разрешение, у нас есть архитектура, которая полномочна, любые полепшения громадского средств, утверждать, проект подписывать, это их парафия. Дайте хотя бы разрешение, чтобы мы сами на двух въездах установили столбики, которые будут ограничивать проезд техники. Столбики будут кидывающиеся, ключи будут у пожарных, ключи будут у театра имени Огорева администрации, у управления ЖКГ, то есть кому это нужно. Это не проблема совершенно. Мы за свой счет это сделаем. Я нашел человека, который готовил бы паспортировать это дело, красивые, то есть европейские столбики, красивые, это смотрелось очень шикарно, замечательно смотрелось бы. Ответ был следующий. Мы цепитания погоды мозгаи. Это было полтора года назад. До сегодняшнего дня никакого больше ответа нет. О чем можно говорить? Я почему этот вопрос задаю, тут даже вопрос не в театральной площади, не в самом автохамстве. За время уборки снега я неоднократно был очевидцем, когда брошенные машины не давали возможность чистить нормальную дорогу. Вы правильно говорите, люди, но я вижу проблему немножко иначе. я уже с месяц ставлю вопрос, а на месте ли начальник ГАИ. Ведь в принципе порядок на дорогах это его задача. Я отлично помню, когда снегопад в Нью-Йорке произошел, по телевизору, я там не был в Нью-Йорке, но было по телевизору сообщение о том, что там вплоть до ареста за выезд в критической ситуации. То есть в критической ситуации выезжать на частном транспорте было запрещено. Опять же, нужно говорить про закон. Таких полномочий на сегодня у ГАИ нет. Раз. Второе. На город, насколько я знаю, возможно, чтобы нанялось два экипажа. Да. Один, два, максимум три. Они физически во всем городе сразу быть не могут. Это раз. Второе. Если человек припарковал автомобиль без нарушения правил дорожного движения, но он мешает почти снег, опять же, закон. То есть, опять же, нужно подходить не... Вся наша система правоохоронного построена на одном принципе. Наказать. Не устранить проблему, а наказать. Найти виноватого и наказать. Хорошо, мы кого-то наказали, проблема не решена. Замечательно. Человек сидит, бюджетные деньги тратятся, жизнь человеку поломали, проблема осталась. Сказка. Может быть, стоило бы, если такая ситуация случилась. У нас есть СМИ, у нас есть телевидение, у нас есть радио, у нас есть интернет. Может быть, стоило хотя бы обратиться к водителям с просьбой оставлять под лововым стеклом телефон. Едет, поддон, трактор убирать, да, стоит машина. Позвонили водителю, мы убираем снег, отъедьте, пожалуйста. Я не думаю, что какие-то там колоссальные будут проблемы у человека выйти и перегнать машину. Я думаю, подавляющее большинство, отнесется с пониманием, выйдут и переставят. И будут говорить, спасибо, что вы у нас еще брали, еще там вот, уберите, пожалуйста, потому что там вот тоже машину поставить нет. Может, с этой стороны это было зайти, искать конструктив, искать вариант решения проблемы, а не наказания. Ну, наказали человека, одного наказали, то что поставил машину неправильно. Там еще 200 машин будут стоять, не всем будет наказать, времени не хватит, их двое. Расскажите, Андрей, к вам часто обращаются избиратели? Не очень. Пока... приема граждан пока еще не определено, нету пока еще места. Разные причины тому есть. Некоторые принимают на своем рабочем месте. У меня рабочего места такого нету, я волк, нормальная, да, то есть, где, что нашел, тут, то и заработал. То есть, я... нету места для приема граждан. Есть там определенные наметки, но пока Располком надо штормозить эти вопросы. То есть, места для приема граждан нету, и, соответственно, такого большого нету. Ко мне обратились, несколько человек обращались с того участка, я избирался и в город, и в район. К сожалению, в городе я не прошел, люди меня не поддержали, но с того участка, по которому я не прошел, ко мне люди уже обращались. То есть, там вот, я с удовольствием, вы же на меня не проголосовали, а теперь, извините, депутат только района. Вот в силах своих, в пределах своих полноучений я, конечно, смогу, сделаю, что могу. Там проблема сложная, на уровне района это не решить. Я могу там пролоббировать решение вашей проблемы, подсказать, кому подойти, как обратиться, что потребовать. То есть, вы не замыкаетесь на своем районе, по которому вы выбраны сегодня. Я же депутат, как бы, всего района, а не одного участка. Смело идете в бой, да? Почему нет? И получается, у вас помогают людям? Хотя бы в мелочах. В мелочах. В мелочах. Большие, опять же, все упираются в выполномочии и в законы. Районные депутаты очень сильно ограничены в своих полномочиях. Плюс добавить правовой нигиризм, так сказать, чиновников горосполкома, которые так спустя рукава относятся к некоторым, не все, некоторые. Есть отдельные, очень толковые люди, которые идут на встречу, помогают, с удовольствием расскажут, подскажут, все хорошо. Некоторые есть это просто... А как вы видите городской совет на сегодняшний момент? Для меня он как импотент какой-то. Почему? Это нормальный процесс. Опять же, каждый человек, каждая партия, каждая фракция имеет какие-то свои мысли, определенные вектор движения, видение ситуации. Вот, они пытаются пройти к какому-то консенсусу. Я уверен, они придут. Уверен, это идиотов там нет. Люди разумные. Ну, скажем так, в керевнестрии фракции люди, которые понимают, что нужно идти на компромисс. В любом случае, какой-то компромисс будет найден. Я уверен, это будет в ближайшее время. Потому что мы все понимаем, что воевать хорошо, но худой мир лучше, хорошей свободы. Понятно. худой мир. Нет, ну, по факту это будет так. Из-за того, что очень большое количество партий, то есть разновекторность, из-за этого будет трение. Но, с одной стороны, и хорошо. Вот в этих трениях будет найден единственный лучший результат. Но, к сожалению, на сегодняшний момент эти трения не привели еще к результату. Ну, Москва не сразу устроилась. Опять Москва. Ну, извините, такое устоявшееся выражение. Про Киев такого выражения к сожалению, нет. Можем вводить Киев сразу устроиться. Хорошо. Ну, я думаю, мы с вами не последний раз пьем кофе. И я знаю вашу коммуникабельность. Мы с... В городе у вас периодически возле. Есть что-то сказать еще сегодня? Да. Сложно, прошу сказать. Сказать есть много чего, да? Да, да. Нужно не сказать, нужно сделать. Лучше не говорить, лучше делать. Лучше я буду делать, а люди должны оценивать. Правильно я делаю. Вы мне не правы. А я буду вас спрашивать, и что же вы сделали? С удовольствием. Я буду отвечать. Ну, что, спасибо. Сегодня был Андрей Усачев с нами за чашкой кофе. Вопросы к нам в личку открыто задавайте. Будем передавать, будем спрашивать его, что он сделал хорошего. Спасибо. На что.